Всем привет, друзья! С наступающим вас Новым Годом! В сегодняшней подборке вы увидите невероятно крутые товары с Алиэкспресс. И если я тебя и вправду хоть немного удивлю, обязательно ставь лайк. А также принимай участие в конкурсе, ведь любая вещь из этого выпуска может стать твоей. Начнём! Midnight Sun – уникальный пошаговый файтинг, в котором тебе предстоит освоить шесть непохожих друг на друга стихийных воинов, улучшить мастерство и снарядить уникальными рунами. Для победы в этой игре нужно иметь не только смекалку, но и правильно выстроить тактику за счёт уникальных ударов и разнообразных видов зелья. Ну а лучшим успехом в победе служат правильно выстроенные комбо-удары. Ссылка есть в описании. Как ты думаешь, можно ли выращивать кристаллы? Нет? Хм, вообще-то можно и достаточно просто по специальной технике из этого набора. Растворяешь эти химикаты в горячей воде и даёшь остыть до комнатной температуры. Затем опускаешь кристаллики в этот раствор и следующие несколько часов можно наблюдать, как они начинают расти. Уже через несколько дней можно будет увидеть первые результаты. Ну а через 5-7 дней ты станешь обладателем кристалла размером примерно в 4-5 сантиметров, который ты вырастил сам. В жаркий день пить хотите не только вы, но и ваш любимый питомец. Отправляясь с ним на прогулку, не забудьте прихватить эту портативную поилку. Она поможет унять жажду и вернуть животное к активности. В отличие от простой пластиковой бутылки, приспособление оборудовано лотком, специально адаптированным для лакания. Чтобы налить воду в ёмкость для питья, приведите бутылку в вертикальное положение и слегка сожмите. Ёмкость поилки составляет 250 миллилитров. Этот гибкий шланг сгибается во все стороны на 360 градусов с двумя режимами разбрызгивания. Аэрированная струя и широкая струя с разбрызгиванием. Напор воды изменяется поворотом головки шланга. Есть специальный переходник для резьбы, внутренних и наружных, так что подойдёт для любого типа крана. Шланг умеет только висеть в загнутом состоянии, не фиксируется. Так что кто рассчитывает загнуть и оставить, имейте в виду. Потрясающая мощность в настоящем ротраке. Преодолевая крутые наклоны, гравий, песок, каменистую поверхность скал, он оставляет чёткий след позади себе. Он прост в использовании, его основные узлы уже собраны, значит можно быстро собрать и запустить его. Конические шестерни с тормозной системой и системой управления двигателя придают модели чёткость отработки команд при езде вперёд-назад, вправо-влево и поворотах на месте для полной свободы передвижения. Теперь каждый сможет ощутить захватывающее чувство управления вездеходом. Помните, я показывал жующую копилку? Кладёшь ей монеты в рот, и она тут же их сжирает. Я нашёл ещё одну похожую копилку, но сделана в стиле аниме на основе героя из мультфильма «Унесённый призраками». Безликий – один из самых интересных персонажей мультфильма. Он имеет свойство превращаться в тех существ, которых пожирает. Однажды Каунаси съел маленького и жадного лягушонка и превратился сам в жадину. Кто знает, может, съев ваши монеты, он превратится в большую гору монет. Это диспенсер для зубочисток в виде Дарта Вейдера. Его фигурка держит зубочистку наготове, как меч. Забрав у штурмовика оружие, можно легко обеспечить его другим при помощи рычага на задней стороне фигурки. Рука Дарта Вейдера приблизится к плащу, где хранится запас зубочисток, и возьмёт другой меч. Вы знакомы с чувством, когда не знаешь, проснулся ты или спишь? Помните эти слова Нео из «Матрицы»? Так вот, этим состоянием можно управлять и делать сны своей персональной игровой площадкой. Эта маска для сна покажет кратчайшую дорогу к осознанным сновидениям. Под тканью скрывается электронная плата, элемент питания, световой сенсор и шесть светодиодов. Всё это в комплексе способно в нужный момент сна подать световые сигналы, которые помогут очнуться непосредственно внутри сновидения и осознать это. Этот робот имеет все те же функции, что и оригинальные сферы 2.0, включая возможность подключения к смартфону и максимальную скорость передвижения до 7,2 км в час. Главным отличием является то, что корпус выполнен из прозрачного пластика. Это позволяет узнать, что находится внутри робота и как он работает. Сам робот обучает детей программированию от основ к сложным текстовым кодировкам. Там есть 12 примеров программ, на которых можно учиться и изменять их, чтобы скорее получить результат. Есть специальное сообщество, где люди обмениваются своими кодами. Тоже полезная вещь. Бэтмобиль – игрушка, созданная по мотивам фильма «Бэтмен против Супермена». Выполнен он в строгом соответствии с кинопрототипом, детально проработан и выглядит весьма потрясающе. Пушка, установленная на крыше автомобиля, поднимается. При этом кабина машинки открывается, а внутрь можно посадить фигурку любимого героя. В комплект входят 4 снаряда для пушки. Машинка оснащена инерционным механизмом. Достаточно откатить её назад, а затем отпустить, и она быстро поедет вперёд. Максимальная скорость – около 5-7 км в час, так что разбить данный автомобиль будет сложно. Когда долго сидишь за любимой игрой или за важной работой, часто забываешь про свой напиток. Впоследствии он меняет свою температуру, приходится его повторно охлаждать или разбавлять кипятком. Да и ладно, только вставать некогда или не хочется. Мини-USB-холодильник сразу решает эти две проблемы за счёт своих режимов. Он может охлаждать напиток, а может и нагревать. К холодильнику претензий нет, но вот отдавать 25 баксов за охлаждение банки – это как-то странно, не думаешь? Это вакуумный очиститель ушей. Ты знаешь, что ушная палочка только проталкивает серу внутрь, а этот прибор её всасывает. В комплекте 8 разноцветных насадок из силикона, а также есть щёточка для чистки прибора. Кстати, в нём предусмотрена даже подсветка, чтобы можно было легко увидеть результат использования. Прибор не только удаляет скопившуюся серу, но и справляется с водой, которая попадает при купании. Всё это скапливается в контейнере, который необходимо очищать по мере заполнения. Этот нож предназначен для средних и больших яблок. У меня брат любит нарезать яблоки дольками, кладёт их на тарелку и ест в своей комнате перед телевизором. Ну и я решил ему немного помочь. И теперь разделить яблоко на дольки, да ещё и одновременно вырезав сердцевину, легко. Но, как и у всех китайских товаров, у него есть один недочёт. Это заусенцы на пластмассе и неполный стык круга ножа. Но этот стык закрывается боковым лезвием. Чёрт знает, может, нам такой попался. Квадрокоптеры являются отличным выбором, если требуется наиболее удобное устройство, способное вести съёмку видео сверху. Если же требуется нечто, что просто способно подниматься в воздух и парить там какое-то время, то лучше этой радиоуправляемой модели «Орла» сложно придумать что-то более оригинальное. Игрушка поставляется в виде набора деталей, которые необходимо собрать самостоятельно. Следуя несложной инструкции, справиться с задачей можно за один вечер. Когда модель находится в полёте, его вполне можно принять за живого. Эта игрушка из того же материала, как и лизуны, змеи, лягушки и крокодилы. Этой растягивающейся рукой можно устраивать розыгрыши, хватать предметы и подтягивать к себе. Может, ты найдёшь ей какое-то другое применение? Напиши в комментариях. Ну а 20 авторов, не получивших ни одного лайка под свой комментарий, получат эту вещь абсолютно бесплатно. И это не считая главного конкурса на любую вещь. Так что в этот раз у нас два конкурса. Тёплое пиво – один из самых страшных кошмаров для любителей этого пенного напитка, а поэтому придумано немало всевозможных приспособлений для сохранения его в прохладном состоянии в течение длительного времени. Открыв пивную бутылку и вставив туда это приспособление, можно пить охлаждённое пиво прямо через него. Естественно, аксессуар нужно предварительно заморозить. Пролежавший 45 минут в морозилке гаджет способен охлаждать жидкости в течение трёх часов. Также приспособление с успехом может использоваться с бутылками вина или даже с обычной водой. Теперь зимой ваши руки будут в тепле, даже когда будете лепить снежки. Это уникальное приспособление, с помощью которого можно делать огромное количество снежков идеальной формы, потратив при этом намного меньше времени, чем ваш соперник. Это устройство схожее со своей конструкцией со щипцами. Отличие от стандартных щипцов в том, что на концах расположены полусферы, которые формируют снежок идеальной формы. Это игровая платформа, которую ты носишь на себе. Это не модный VR-шлем и не мощный носимый компьютер-рюкзак для виртуальной реальности, а игровая платформа для активных детских игр. С помощью перчатки и модуля можно использовать дополнительные возможности гаджета, например, установить удалённую сторожевую башню, создать вокруг себя защитное поле или деактивировать оружие других игроков. На перчатке находится дисплей, показывающий текущий статус, уровень игрока и прочую полезную информацию. Q-Bot King Kong – когда название впечатляет сильнее. Китайская компания умеет выбирать оригинальные прозвища для своих продуктов. Использование клички одной из самых популярных обезьян в мире обязывает новинку иметь впечатляющее железо. Но комбинацию процессора Mediatek MTK6580, 2 ГБ АЗУ и графического ускорителя Mali-400 MP2 вряд ли можно назвать таковой. Ну и самое главное, я разыграю этот смартфон среди своих подписчиков. Всего-то нужно поставить лайк, подписаться на канал и обязательно оставить комментарий для того, чтобы рандомайзер смог определить победителя. Как только ролик соберёт 20 тысяч лайков, мы узнаем победителя. Всем удачи! Что ж, на этом всё. Если тебе понравилось это видео, хлопни лайк и подписывайся на канал. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи, друзья, и с наступающим вас Новым годом!